Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск. Мы расскажем вам о том, как Глеб Жемчугов молит Ольгу Ветер о прощении. Как вы помните, Ольга Ветер и Глеб Жемчугов недавно расстались. Это было неожиданно для их поклонников, потому что их пара казалась идеальной. Супруги воспитывали общего сына и готовились к переезду в новую квартиру. Эту квартиру выиграла Оля в конкурсе «Человек-года». Сейчас Ольга покинула периметр, а Глеб решил остаться на проекте. Но, судя по всему, он осознал свою ошибку и теперь пытается всеми силами вернуть жену. Несмотря на конфликт в семье, Жемчугов и Ветер стараются сделать так, чтобы от их семейных неурядиц не пострадал сын Миша. Мальчик проводит время с папой и с мамой по очереди. В порыве отчаяния Глеб пишет в своем блоге «Я все понимаю, но я не привык, а точнее отвык быть один и не хочу привыкать. Без жены в душе стало пусто и уже не важны все претензии, придирки, недовольства. Все это стало такой мелочью по сравнению с тем, что теперь моей жены нет рядом. А завтра внутри будет пропасть. Сейчас мне все напишут, надо было думать раньше, ты сам все это сделал, ты это заслужил, жирный хряк. И в этих словах будет доля правды, но не ошибается только мертвый». Глеб публикует трогательные совместные фотографии с Олей. Одна из них сделана во время их знакомства в Китае. А эту фотографию он снабдил тегами «Прости, любимая, я не могу тебя потерять». У этой пары очень много фанатов. В комментариях под каждым постом Оли и Глеба подписчики советуют им скорее помириться, ведь ребята созданы друг для друга. Вот один комментарий «Зачем ты пишешь? Вот скажи, зачем? Надо бежать, лететь, плыть, заваливать ее цветами, комплиментами, стоять на коленях и вымаливать прощение, ведь семья – это самое лучшее, что может быть. Оля у тебя очень красивая девушка, жалеть будешь, если она остынет к тебе». Вот еще комментарий. На самом деле виноваты оба в этой ситуации. Глебу надо научиться себя контролировать и больше не поднимать руку на супругу. И не кричите при ребенке, ведь это может отразиться на нем в психологическом плане. И, конечно, нужно друг с другом говорить, и главное – слышать друг друга. Напомним, что Оля пришла на проект в июле прошлого года с четырехмесячным сыном Мишей. Первые проблемы в их паре начались, когда Глеб стал делиться с другими участниками подробностями их интимной жизни. А затем у Оли возникли сомнения в верности мужа. События последнего года довели Олю до отчаяния, и она решила покинуть проект. Ольга переехала на съемную квартиру в Москве. Сейчас она вместе с сыном Мишей и обживается на новых квадратных метрах. Ольга показывала в своем блоге симпатичную стильную кухню и комнату, которую она приспособила под детскую для сына. «Я потихоньку обживаюсь», написала Оля, «полкомнаты для сыночка почти готова. Остались финальные штрихи. Я сняла на время квартиру в Москве. Моя, то, что я выиграла в конкурсе «Человек года», будет готова только в декабре, и она очень далеко, так что пока жить там не планирую». Вполне возможно, что эта пауза, которую сделали супруги, пойдет им на пользу. Ведь Дом-2 знает не одну такую историю. Многие пары, которые были близки к разрыву, покидали телестройку, и там в спокойной обстановке без телекамер они воссоединялись. Это доказывает то, что далеко не все способны строить совместную семейную жизнь под прицелом камер. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.